Всем привет, меня зовут Андрей Шкиль и добро пожаловать на канал Blender Family. Недавно я выкладывал голосование в нашем сообществе на YouTube, на какую тему вы бы хотели видеть следующий урок, и большинство проголосовало за урок по теме Geometry Notes. Что ж, получаем сцену в Geometry Notes. Вот чем мы займемся в этом уроке. Если кому-то показалось, что эта сцена достаточно простая, не спешите делать выводы. Здесь есть несколько очень интересных нюансов, которые помогут вам прокачать ваши проекты. А еще, возможно, вы обратили внимание, что текстура ездит по плашкам, не волнуйтесь, я покажу, как это исправить. Просто мне лень перерендеривать. Так что наберитесь терпения, не забудьте поставить лайк и давайте начинать. Данный урок я буду позиционировать как урок для начинающих, поэтому будем разбирать все в деталях и на примерах и с самого начала. Давайте начинать. Что такое Geometry Notes? Geometry Notes — это новый способ взаимодействия с нашими данными и нашей геометрией в Blender. С помощью него мы можем получить тотальный контроль над нашим объектом и настроить его как угодно. Но есть нюанс. Настройка будет происходить не с помощью модификаторов, не с помощью мышки во Viewport, а с помощью нод. Что может изначально отпугивать, но не спешите пугаться. Базовый Geometry Notes очень просты и сегодня мы в этом убедимся. Что ж, как все это дело выглядит? Давайте удалим лишнее, выделим наш кубик и перейдем на вкладку Geometry Notes. Я нажму на кнопочку New, создать новую связку и мы получаем две ноды. Первая нода Group Input содержит в себе информацию о входной геометрии, а вторая Group Output содержит информацию о выходной и соответственно геометрии. В чем суть? У нас есть изначальная геометрия, это наш куб. Мы применили модификатор Geometry Notes. Его можно применить здесь или просто нажать на кнопочку New вот здесь и создастся новая связка. Данная геометрия попадает во входную. Далее у нас есть линия, так же как, например, и в шейдинге. Передача информации, и эта информация передается в выходную ноду, и она уже визуализируется. Сейчас эти ноды совпадают, поэтому здесь все одинаково. Что я могу сделать? Например, я могу применить ноду Transform, и теперь моя информация идет по данной линии и попадает в ноду Transform Geometry. Здесь эта информация преобразовывается, и уже преобразованная информация выходит из этого выхода и идет в обход Geometry ноды Group Output и визуализируется. Сейчас ничего не изменилось. Я могу нажать M горячую клавишу, и у меня будет мутиться эта нода, но ничего происходить не будет. Дело в том, что мы еще никак не воздействуем на нашу геометрию. Давайте приподнимем ее по оси Z, и теперь мы видим, что наша информация выходит отсюда, входит в ноду Transform Geometry, и здесь она поднимается на один метр выше. И уже преобразованная информация выходит и визуализируется в ноде Group Output. По такой логике и устроены Geometry Nodes. Мы просто можем вмешиваться в поток передачи информации и преобразовывать ее под наши нужды. Давайте вернемся в основную рабочую область Layout и начнем работу над нашим проектом. Первым делом нам необходимо создать плашку, которую мы будем множить. Предлагаю сделать ее на основе кубика. Просто выделяем кубик и сужаем его по оси X и растягиваем по оси Z. Можем нажать N и открыть координаты. Я уже подготовил размеры, поэтому я пропишу здесь 0,1 на 2 метра на 2,7 метра. Вот такая небольшая плашечка у нас получается. И теперь я применю трансформацию Ctrl-A, Scale. Переходим в режим редактирования и выделяем наши уголочки. Нажимаем горячую клавишу Ctrl-B, чтобы сделать фаску. И колесиком накручиваем подразделение. Вот так думаю достаточно. Теперь зажатым Alt-ом выделяем боковые грани. И также даем им небольшую фасочку Ctrl-B. И делаем небольшую фаску. Правая кнопка мыши, Shade Smooth. Отлично, наша плашка готова и мы можем начинать ее умножить. Давайте приподнимем ее на уровень земли. А также создадим Plane. И нажмем S50, чтобы сделать его намного-намного больше. Отлично. Теперь выделяем данную плашку и переходим в Jointry Nodes. Кликаем New и можем начинать работу. Итак, как нам сделать линию из наших плашек? Смотрите, нам необходимо их расклонировать. Но для того, чтобы их расклонировать, нужно понимать на основе чего мы будем их клонировать. Давайте расклонируем их на основе линии. Я нажму Shift-A и веду в поиске Line. И выберу здесь Curve Line. Теперь я кликну Ctrl-Shift-клик по этой ноде. И она у меня визуализируется. Видим, что у меня появилась вот такая линия. Я изменю ее направление. Пропишу 0 по оси Z. И пропишу, думаю, 15 метров по оси X. У меня получается вот такая длинная линия. Теперь мне нужно увидеть точки на этой линии. Сейчас я не знаю, сколько их. Поэтому давайте добавим ноду Resample Curve. Пересчитай точки кривой. И ведем, сколько точек нам нужно. Ну, предположим, 25. Теперь у нас есть линия, на которой раскидано 25 точек. И на основе каждой точки мы можем разбросать нашу вот эту плашку. Итак, как это сделать? Есть нода, которая называется Instance On Point. Которая разбрасывает инстансы, то есть введенную геометрию, на основе точек. Берем ноду Instance On Point, инстансы в точке. И в качестве точек вводим информацию из кривой. А в качестве инстанса отправляем нашу геометрию. Геометрию в Instance. И теперь можем визуализировать. Подключаем все к входу геометрии в ноде Group Output. И видим, как наша геометрия начинает клонироваться на основе точек. Я думаю, что мы можем сделать сетку поплавнее. Давайте пропишем здесь 50 точек. И, соответственно, каждая точка дает нам один клон. И мы получаем вот такую колбасу. Теперь мы можем на данном этапе отвлечься и поставить камеру. Поскольку у нас уже есть полностью вся линия готовая. Давайте нажмем Shift-A и создадим камеру. Нажмем Ctrl-Alt-0, чтобы камера переместилась в нашу зону видимости. А теперь перейдем на вкладку View и установим галочку Camera to View. И установим какой-нибудь ракурс. Предварительно я выделю настройки камеры. И увеличу здесь фокусное расстояние до 85 мм, чтобы сделать его более портретным. И просто подберем ракурс. Можем выбрать координаты. И давайте установим по X градусов 60 наклон. По Y вообще не будем наклонять. А по Z градусов 30. Установим и просто подберем ракурс таким образом, чтобы у нас в кадр попадало все, что нам нужно. И не было свободных областей. Ну, примерно вот так. Возможно, чуточку приспущу, поскольку у нас в дальнейшем будет приподниматься определенная зона плашек. И остановимся на таком варианте. Нажмем N и уберем галочку Camera to View, чтобы не сбить нашу камеру. Теперь мы можем по горячей клавише 0 входить и выходить из нашей камеры. Возвращаемся в Joymetry Notes. На этом моменте я прервусь и напомню, что у меня есть Boosty, подписавшись на который, вы можете поддержать меня и мой канал. Также вам будут доступны дополнительные бонусы, такие как исходники к проектам, доступ к дополнительным видеоурокам и к личным консультациям. Например, исходники к данному уроку уже находятся на Boosty. Ссылочка будет в описании. Какая перед нами стоит далее задача? Нам необходимо поднять наши плашки выше в какой-то момент времени. Как мы можем это сделать? Смотрите, у нас есть плашки и мы можем их перемещать. Например, я могу использовать ноду Translate Instance и я могу перемещать определенные плашки. Также я смогу воздействовать на какую-то определенную зону и смогу приподнимать плашки в определенной зоне. Но есть нюансы. Если я буду это делать, в таком случае у меня будет перемещаться каждый отдельный инстанс. И у меня не будет сплошного градиента, который мне в дальнейшем понадобится для создания материалов. Поэтому я выберу другой вариант. Да, в Geometry Nodes можно создать одно и то же 10 разными способами без проблем. Кто какой способ придумает, тот и молодец. Итак, давайте удалим данную ноду и я предлагаю действовать следующим способом. Смотрите, наши плашки копируются на основе точек, которые лежат на кривой. Ctrl-Shift-клик визуализируем. Данная кривая у нас сейчас ровная. А что если мы ее исказим и сделаем, например, вот такой вот горбатой? То в таком случае и плашки у нас будут идти вот так, а потом они будут приподниматься. И это то, что нам с вами и нужно. Давайте удалим все, что нарисовали и попробуем это реализовать. Нашу геометрию может исказить нода, которая называется Set Position. Давайте ее установим, но предварительно подумаем. А куда? Смотрите, у нас есть кривая. Потом мы пересчитываем точки. А дальше мы разбрасываем инстансы. И если мы добавим ноду Set Position вот сюда, то мы будем искажать уже вот эту геометрию. А нам необходимо искажать линию. Поэтому ноду Set Position нужно будет добавить после ноды Resample Curve. Почему после ноды Resample Curve? Потому что здесь мы добавили 50 точек, и эти точки мы и будем перемещать. А если мы добавим сюда, то этих точек еще нет. Поэтому Set Position добавляем вот сюда. Итак, Shift-A, нода Set Position. Как я уже сказал, данная нода может перемещать отдельные точки. А теперь нужно подумать, как мы можем воздействовать не сразу на все точки, а на какие-то конкретные. Что ж, для этого нам потребуется еще одна нода, которая называется Proximity. Данная нода называется Близость Геометрии. Она определяет расстояние между одной геометрией и другой геометрией. И на основе этого создает градиент, который мы можем в дальнейшем использовать для перемещения позиций. Итак, давайте нажмем Shift-A и создадим какую-нибудь дополнительную геометрию. Например, сферу. Я ее немного увеличу и просто затяну к нам вот сюда. Я должен переключить эту геометрию в режим Relative, чтобы координаты моей сферы, я же ее буду перемещать, передавались вот сюда. Если же я Relative не установлю, то координаты всегда будут в нуле, куда бы я сферу не двигал. Устанавливаем Relative и подключаем геометрию ко входу Target в Geometry Proximity. Теперь на основе близости данного объекта к этому объекту мы будем получать градиент. Давайте посмотрим, как это работает. Я могу нажать Ctrl-Shift-Клик по нашей линии и также Ctrl-Shift-Клик по Distance в нашей Geometry Proximity. И мы можем увидеть, что у нас вот тут вот есть некое затемнение. Если я буду перемещать нашу сферу, например, вот сюда, то в таком случае мой градиент приедет в другое место. Давайте попробуем проанимировать нашу сферу, предварительно установив ее в центр нашей линии. Допустим, вот отсюда ставим ключик iLocation и в сотом кадре уводим вот сюда iLocation. Теперь снова выделяем нашу связку, смотрим на View и можем вообще отключить сферу. И мы увидим, что наш градиент двигается. Это ровно то, что нам с вами и нужно. Мы можем теперь его использовать для перемещения наших инстансов. Давайте попробуем это сделать. Я возьму и Distance отправлю, соответственно, в вход Position, перемещение. И мы видим, как у нас все улетает куда-то вбок. Давайте добавим во вход Offset и видим, что теперь мы получаем более подходящий результат, но все еще куда-то все улетает. В чем проблема? Смотрите. А теперь давайте прервемся. Вот прямо сейчас вы уже должны были понять, насколько это полезный и хороший урок. И давайте прямо сейчас уйдем вниз под это видео и поставим лайк. И, пожалуйста, оставьте какой-нибудь комментарий. Это невероятно важно для продвижения моего канала и данного видеоурока. Спасибо за вашу поддержку. Продолжаем. Сейчас у нас содержится информация в диапазоне от минус бесконечности до плюс бесконечности, что дает нам смещение, например, в данном месте на 10 пунктов по всем осям. Нам это не нужно. Первое, что мы должны сделать, это извлечь другие оси X и Y из нашего перемещения, чтобы перемещение осуществлялось только по оси Z, то есть высоту. Для этого мы можем использовать ноду Combine XYZ, и мы просто берем и данный результат вводим в ось Z, а X и Y у нас всегда будут на нуле. Теперь отправляем этот результат в Offset. И видим то, что все, смещение по разным осям у нас исчезло, теперь только по верху. Но выглядит все следующим образом. У нас летит сфера, пускает небольшую волну, а потом все улетает куда-то наверх. Дело в том, что данный угол очень далеко от сферы, и он продолжает удаляться. Но что, если мы с вами возьмем и заточим всю информацию в диапазон от 0 до 1? Мы можем для этого использовать ноду MapRange. Кликаем вот сюда, и теперь у нас есть значения ToMin и ToMax. ToMin показывает минимальное значение, и ToMax максимальное значение. В итоге вся информация, которая выходит из ноды Geometry Proximity, у нас перемножается таким образом, чтобы минимальное значение было 0, а максимальное 1. И мы получаем следующий результат. Отлично. И мы видим, что изначально у нас плашки наверху, а потом они опускаются. Давайте изменим это просто, инвертировав все значения. Минимальное будет 1, а максимальное 0. Как бы просто инвертировали. И у нас с вами получается вот такой эффект перемещения. Не совсем то, что нам нужно. Видим, есть какая-то дополнительная здесь волна. Что мы можем сделать? Мы можем покрутить здесь ползуночки и добиться какого-то более подходящего результата. Например, я могу увеличить ToMin выше, чтобы перемещать наши плашки выше. А ToMax по сторонам, чтобы добавлять вот такой offset. Также мы можем взять нашу сферу и просто ее немного уменьшить. Видим, я ее уменьшаю, и у нас исчезает вот эта прогалина. Откуда она берется? Proximity действует на основе геометрии. Внутри у нас геометрии нет. Поэтому близость смотрится от стенок. Если от стенок до центра нашей сферы далеко, то у нас значение начинает опускаться. И мы это видим. Мы решим эту проблему, просто уменьшив сферу и оставив вот такой вот эффект перемещения. Теперь давайте нажмем 0 с камеры и посмотрим, как это все выглядит. Вуаля, мы сделали нашу базовую волну. Можем откорректировать значение таким образом, чтобы волна была не очень высокая. Например, поставим здесь полтора, и чтобы она была чуть более широкой, я увеличу from max, чтобы растянуть наш градиент. Напомню, что мы всегда можем нажать на нашу кривую и на наш градиент и визуализировать все это у нас во вьюпорте. Видим, как меняется наша маска. Давайте вернемся к просмотру целиковой композиции. Отдалимся, можем перейти в layout и воспроизведем. Можно подумать, что в принципе все готово. И так бы и подумал новичок. Но я обещал вам рассказать несколько интересных фишек. Давайте ограничим нашу композицию сотней кадров, чтобы у нас анимация была зацикленная. И отключим нашу сферу. Она нам больше не нужна. Смотрим на анимацию. Возможно, вы замечали, что в каких-то профессиональных работах на Behance и так далее мы получаем какие-то дополнительные микродетали в нашей анимации. У нас нет такого, что все плашки равномерно поднимаются. Нет такого, что все выглядит однородно. Всегда есть какие-то шумы, есть какие-то дополнительные микродетальки, которые просто делают композицию более полной. И давайте попробуем добавить парочку таких деталей. Но сразу скажу, сейчас будет сложнее, чем было. Для начала нам необходимо понять, что такое атрибут и выучить две новые ноды. StoreNamedAttribute и NamedAttribute. Начнем с атрибута. Что это такое? Атрибут это информация, которая содержится в нашей геометрии. Она может быть свойственной отдельной точке, грани, полигону или целому объекту. Или же, например, отдельному инстансу. Сейчас у нас есть 50 инстансов вот таких плашек. Как я это знаю? Если мы посмотрим верхний левый угол вот в эту панельку, то у меня есть 50 инстансов. Можем кликнуть и у каждого есть свои значения. По позиции видим. И у каждого есть свой номер. И я могу вызвать, например, instance 10 и как-то с ним взаимодействовать. Но это пока что нам не важно. Если я вытащу отсюда instance, то мы увидим, что у нас с вами есть один сплайн. Вот он. И на нем есть 50 точек. Потому что вот здесь мы задали 50 точек. У каждой точки также есть позиция. Но нету каких-то либо других данных. Эти данные мы можем сюда ввести. Итак, что есть атрибут? У нас есть нода resimple curve. Помним, вот как она выглядит. А еще у нас есть нода proximity, которая генерирует что-то там на основе сферы и выдает нам это в поле distance. Так вот, это что-то там, это и есть атрибут. Нода geometry proximity генерирует нам атрибут близости одного объекта к другому. И далее мы его конвертируем. И давайте визуализируем. И получаем вот такую черно-белую маску. Для кого-то это может выглядеть как пятнышко, но я здесь вижу цифры. Да, как в матрице. Белая это единица, черная это ноль. Серая это разница между нулем и единицей. На глаз установить практически невозможно, но мы видим этот переход. Итак, то есть мы видим, что на данной линии есть значение. И, например, здесь мы смещаем геометрию вверх на единицу, а здесь на ноль. И геометрия не меняется. А здесь мы смещаем ее, например, на пять десятых. И получаем в итоге вот такой плавный переход. Давайте снова установим здесь. Instance On Point. И визуализируем все. Вот что у нас получается. То, что мы с вами и ожидали. Давайте уберем ноду вьювера. И посмотрим, как мы можем получить доступ к этому атрибуту. Для этого есть нода Store Named Attribute. Давайте ее возьмем и куда ее нужно установить. Я хочу захватить именно вот этот атрибут. И мы видим, что я использую, соответственно, Resample Curve, чтобы его визуализировать. Соответственно, после Resample Curve я ее устанавливаю ноду Store Named Attribute. Выбираю, что мне нужен атрибут плоский, то есть черно-белый. И чтобы он был у каждой точки. Потому что мы перемещаем на основе точек. Теперь я дам ему название. Например, просто Grad, Gradient. И значение из Map Range я отправлю в Value. Теперь у нас генерируется нужный нам атрибут. Давайте снова уберем Instance On Point. И мы увидим, что у каждой нашей точки появилось значение Gradient. Если я буду обновлять, мы увидим, что на основе перемещения нашей сферы этот атрибут постоянно обновляется и меняется в числовом значении. И теперь этот атрибут я могу вызвать в любом месте, где он мне необходим. Например, я могу вызвать ноду Named Attribute вот здесь. И укажу здесь, что мне нужен атрибут Gradient. Выбираем. И теперь, если я выделю, например, Instance On Point и Named Attribute, то он у меня должен здесь отобразиться. Но сейчас мы помним, что он работает на основе точек. А здесь у нас точек нет. Мы видим, что это 50 инстансов. Давайте добавим ноду Realize Instance и осознаем их. Теперь вся геометрия из инстансов превращается у нас в точки. И видим, сколько у нас точек, граней, полигонов и так далее. Давайте визуализируем теперь ноду Realize Instance и нашу ноду Named Attribute. Вот воспроизведем и видим, что наш атрибут, вот этот, переносится на нашу геометрию. И, например, теперь мы можем использовать это как маску в назначении материалов. Давайте попробуем. Я уберу ноду Viewer и просто переключусь на вкладку Shading. Пока что будем использовать Eevee. И у меня есть, например, нода Principle BSDF. Я возьму ноду Mix, переведу ее в режим Color и установлю в одном месте белый цвет. А во второй вход я установлю черный цвет. И отправлю это в результат Base Color. Здесь я вызову ноду Attribute и укажу, что мне нужен атрибут Grad. Градиент. И возьму отсюда Factor и отправлю Factor. И что мы в итоге видим? То, что на основе нашего атрибута меняется еще и наш материал. Пока что оставим эту связку как есть и вернемся в Jointry Nodes. Я надеюсь, я дал базовое понимание, что такое атрибут, как мы можем его захватывать и вызывать в любом удобном для нас месте. Давайте попробуем его использовать. Я возьму нашу ноду Set Position, пододвину к ноде Instance On Point и уберу у нее вот этот вход. Теперь у нас ничего не перемещается. Но я могу взять и отправить наш атрибут в этот вход. Берем атрибут и отправляем в Upset. Все начинает работать. Но помним, что перемещается не по той оси. Поэтому я просто заберу эту ноду Combine XYZ и проделаю ту же махинацию. Все подключаю к Z, а Z уже вот сюда в Upset. Готово. Все работает как нужно, и при этом наши ноды не соединены. Я просто захватываю атрибут здесь, а потом вызываю его вот в этом месте. И теперь мы переходим к сложной части. Мы будем добавлять детализацию нашему движению. Потому что сейчас у нас по-прежнему все достаточно плоско. Как мы можем, например, смягчить это движение? Ведь сейчас наш атрибут очень строго обновляется в каждом кадре на основе положения этой сферы. И мы никак не можем это сгладить. Мы можем крутить здесь вот этот ползуночек, делать переход мягче, но он будет такой же топорный оставаться. Поэтому мы вынуждены использовать Simulation Notes. У меня есть мини-курс по Simulation Notes, и с ним вы можете познакомиться на моем канале по ссылочке в описании. Сейчас же мы подробно вдаваться в Simulation Notes не будем, но базовую механику я объясню. Итак, давайте нажмем Shift-A и вызовем из вкладки Simulation Simulation Zone. Что здесь происходит? Мы помним, что у нас с вами идет информация из точки А, точку Б через линию. И мы можем влиять на эту информацию в нужной для нас области. Как выглядит Simulation Zone? У нас есть точка А1, и информация идет в нашу Simulation Zone. Тут у нас есть точка А1 и Б1. И дальше так же все выходит и приходит в финальную точку Б. Итак, что происходит? Извиняюсь, здесь А2, другое А. Итак, у нас есть входная геометрия, и она приходит в Simulation Zone. Отсюда она переходит в следующую точку, и дальше отсюда идет на выход, и при этом одновременно идет в саму себя в начало. Обновляет в следующем кадре вводное значение и снова приводит с ним какую-то манипуляцию. Потом снова идет вот сюда в следующем кадре и снова обновляется уже на основе каких-то предыдущих значений. То есть это базово, как работает Simulation Notes. А теперь давайте просто добавим его в нашу связку. Simulation Notes нам необходимы для того, чтобы смягчить этот атрибут и сделать его более плавным. Мы помним, что с атрибутом мы работаем в данной зоне, поэтому давайте переподключим здесь Simulation Notes и отправим вот сюда. А теперь мы поместим наш атрибут внутрь этой зоны. Я его здесь отключаю и помещаю вот сюда. Подключаю тут и тут. Теперь наш атрибут будет обновляться каждый кадр. То есть в первом кадре он будет получать эту информацию. Во втором кадре он уже не будет использовать эту вводную информацию, а конкретно вот эту, потому что атрибут мы вводим отсюда. А он будет использовать обновленную информацию. И пока что нам это ничего не дает. А информация у нас постоянно одна и та же. Но если мы с вами добавим ноду Mix и смешаем этот атрибут с атрибутом оригинальным, который мы здесь захватываем, Градиент, то мы добьемся очень необычного результата. Давайте мы подключим, а потом я объясню, что у нас с вами происходит. Нажимаем пробел и видим, что все становится плавнее. Если я увеличиваю фактор, все становится у нас еще плавнее. А если я фактор уменьшаю, то мы подходим к нашему оригинальному значению. Как это работает? Здесь у нас с вами генерируется атрибут на основе положения сферы и уходит в ноду StoreNamedAttribute. А потом в следующем кадре положение сферы обновляется и снова мы вводим сюда новые данные. И получается то же самое, что и было. Но если я добавляю ноду Mix и беру наш же атрибут, то мы получаем Градиент между следующим и предыдущим кадром. И с помощью значения фактор мы можем этот переход смещать. Происходят какие-то мудреные перемножения, не будем пока что в это вдаваться. И наш атрибут просто смягчается. Давайте визуализируем его с этой нодой и без этой ноды. Я кликну вот здесь и выделю наш с вами атрибут. Давайте атрибут Градиента. И видим, что сейчас он вот такой. Если я фактор убираю в минимум, то атрибут вот такой. А если я делаю его близкому к максимальному, то наш атрибут размывается и начинает динамически обновляться в каждом кадре. И мы просто получаем базовое смягчение. На самом деле, эту связку очень тяжело осознать и даже я до конца ее не понимаю. Я приложил для этого очень много усилий. Но, тем не менее, я просто знаю, как она работает и я ее просто использую. Также советую вам. Запомните, что вы можете захватить атрибут и просто через ноду Mix перемешать к нему самого себя из предыдущих или следующих кадров. И таким образом он смягчится. Вот такое правило. Просто запомните его и таким образом можно смягчать. Как я обещал, у нас будут более профессиональные фишки, а они значительно сложнее каких-то базовых вещей. Итак, теперь мы возвращаемся к нашей финальной ноде и видим, что теперь наша волна стала куда более мягкой. Из-за этого она стала еще и пониже. Но я могу просто пойти вот сюда и приподнять здесь значение TUMIN, чтобы у нас все подлетало повыше. Вот примерно так. Отлично. Что мы можем добавить еще? Мы смягчили уже нашу волну, а давайте теперь добавим ей какой-то небольшой хаотичности, чтобы она не была постоянной. Добавим какого-то микродвижения. И мы можем сделать это с помощью шума. Я возьму ноду NOISE TEXTURE и визуализирую снова, например, нашу обычную линию. И нода NOISE TEXTURE содержит в себе черно-белую информацию, видимо ее здесь. Я могу менять ее. И давайте я просто добавлю пока что ноду RAMP и накручу контраст чисто для того, чтобы лучше все мы это дело могли визуализировать. Видимо у нас есть светлые, есть темные участки. Их количество я могу варьировать вот здесь через SCALE. И давайте пока что установим SCALE какой-нибудь небольшой, например, в единицу. И мы просто попробуем эти значения слегка прибавить к нашим вот этим генерируемым здесь значениям. Я убираю ноду COLOR RAMP. Ухожу снова в FINAL. Давайте отключим ноду VIEW. Она нам не нужна. И теперь я просто возьму и к ноде MAP RANGE вот здесь добавлю ноду математики. MATH. И переведу ее в режим умножения. MULTIPLAY. И перемножу на нашу карту шума. В итоге там, где у нас есть какая-то информация, она перемножится, кое-где ослабнет, кое-где станет помощнее. И мы получаем следующий результат. Видим, у нас добавляются дополнительные вариации в движении. И уже получаем большую детализацию. Наша сцена выглядит еще более детальной и приятной. Степень этих искажений мы можем контролировать вот здесь. Мы можем их уменьшать, уменьшая значение SCALE. Видим, можем поставить, например, точка 5, добиться чего-нибудь среднего. А можем поставить, например, 5, и у нас будет много таких искажений. Вот. Давайте поставим здесь единицу. И я думаю, то, что я немножечко уменьшу detail, думаю, до единицы. И немножко приспущу равность, чтобы наша текстура была более матовая. И мы получаем вот такие приятные вариации. Отлично. Теперь я пойду и еще немножечко прибавлю высоту до 2,5. Посмотрю, как это выглядит. Отлично. И на этом мы с вами полностью заканчиваем работу с Geometry Notes. И можем переходить к шейдингу. Для базы освещения я буду использовать данную HDRI-карту. Вы можете перейти на сайт PolyHeaven в раздел HDRIs. И буквально на первой страничке, чуть ниже, найти карту, которая называется Rural Road. Вот она здесь, шестая. И я проведу с ней небольшую манипуляцию. Скачиваем в 4K разрешении. Теперь создаем новый проект Blender. Переходим в настройки сцены и здесь пишем 200%, чтобы наше Full HD перевести в 4K. Далее переходим на вкладку Composite, ставим галочку Use Notes и закидываем сюда нашу HDRI-карту. Подключаем ее к image и кликаем Ctrl-Shift-клик, чтобы визуализировать. Можем через Shift правокнув к мыши объединить вот таким образом. И здесь я использую одну лишь ноду. Ноду Blur, чтобы заблюрить наше окружение. Добавляем и здесь увеличиваем значение до 250, например. Кликаем и видим, что наша карта блюрится. Теперь я установлю на выводе формат OpenEXR. Установлю в рендере один сэмпл и нажму F12, чтобы визуализировать нашу карту. Ждем. Все готово. Теперь я нажму Image Save As и сохраню ее в формате EXR в удобном для меня месте. Итак, возвращаемся к нашему проекту и давайте подготовим его. Переведем рендер на Cycles, включим GPU ускорение и поставим шумодав по viewport. Теперь мы можем нажать на кнопочку рендера и видим, что света у нас как такового нет. Я вызову вот здесь дополнительную панель и переведу ее в Shader Editor. Выберу здесь вкладочку World и добавлю ноду Environment Texture. Нажму Open и подгружу мою заблюренную HDRI карту. Все готово. И теперь просто подводим все это дело к Color и получаем базовое вот такое очень мягкое освещение с очень мягкими тенями. Теперь давайте нажмем Ctrl-T, чтобы вызвать ноды Texture Coordinate и Mapping. Если у вас это не сработало, то переходим Edit, Preference, Addons и включаем здесь аддон, который называется Node Wrangler. И у вас все сработает. И давайте немного повращаем наш мир, чтобы выбрать более подходящий угол освещения, более объемный. Ну вот что-то такое уже интересно. Пускай будет что-то похожее на вот это. Возможно где-то в районе 200 градусов или 250. Да, 250 хорошо. У нас освещается внешняя часть, тень бросается вовнутрь и свет попадает еще на внутренние участки. Уже сейчас это выглядит симпатично. И также я добавлю ноду Hue, Situation, Value для того, чтобы обесцветить свое окружение. Добавляем его после нашей текстуры и Situation уводим в 0. Таким образом делаем наше окружение черно-белым. Было цветное и видим, как воздействует цветом на наше изображение. Нажимаю M и цвет отключается. Теперь у нас есть только освещение. Также мне не нужно такое яркое освещение, и я его уменьшу, ну думаю, до 0.35. Вот примерно вот такое. И далее наша задача добавить еще один источник света и такой вещь, как Goba Texture. Простым языком, Goba это тенюшки, которые образуются, когда свет сталкивается с чем-то на пути. Например, когда солнце светит ваше окно, через дерево у вас в комнате на стене есть тени от дерева. Это и есть Goba текстура. Давайте попробуем ее воссоздать. Я создам источник света Spot Light. Приподниму его повыше и сразу дам ему больше мощности. Пропишем здесь 5000 условно, чтобы мы могли его видеть. Хорошо. А теперь я перейду вид сбоку и наклоню его. Включим отображение в layout, чтобы все видеть. И перейду с другого бока и наклоню вот отсюда, со стороны солнца. Отлично. Давайте его немножечко отодвинем вот сюда, чтобы вся вот эта зона освещения у нас попадала на наш объект. Теперь видим вот этот переход. Мы можем либо отодвинуть подальше наш источник света, либо увеличим у него Spot Size, чтобы расширить. Я остановлюсь примерно вот на таком варианте. И давайте добавим ему мощности. Пропишем допустим 50 тысяч. И вот теперь он явно все нам освещает. Давайте создадим на пустом месте Plane. Увеличим его. И приподнимем таким образом, чтобы он поглощал на себя вообще весь свет, который идет от данного Spot Light. Приподнимем насколько нужно. Ну вот теперь вроде бы ничего не попадает к нам в кадр. И мы можем создать новый материал для этого слоя. Я перехожу на вкладку объект и кликаю New Material. И я могу изменить его прозрачность. Либо сплошняком и таким образом контролировать то, насколько сильно у меня свет проникает через этот объект. Или в отдельных местах. Давайте возьмем текстуру Moose Grave Texture. И подсоединим ее ко входу Alpha. И мы видим то, что у нас какие-то участки стали прозрачные, а какие-то нет. Давайте, чтобы лучше видеть, покрасим данную плоскость в черный цвет. Опустим Specular, чтобы свет у нас поглощался. И добавим здесь ноду Ramp, чтобы накрутить больше контраста. Подтягиваем белые участки. И получаем вот такие вот зоны, через которые свет не пробивается. Я увеличу немного Scale, чтобы добавить больше таких пятен. И также применю ноды Mapping и Texture Coordinate, нажав на эту ноду Ctrl-T. Растяну немного по одной из осей, чтобы иметь более вытянутые линии. И, возможно, разверну каким-то образом, что-то такое. И перейду в нашу камеру. Вот и наша Goba Texture. Теперь она слишком жесткая. Давайте выделим Spot Size и увеличим его радиус, чтобы смягчить и освещение, и саму Goba Texture. И вот что у нас получается. Теперь Goba Texture есть здесь. И даже можем сделать их, возможно, еще более явными. Я выделю Plane наш и поиграюсь еще со Scale и с Контрастом. Также я возьму Spot и пододвину его так, чтобы скрыть вот этот уголок. Просто подальше. Все, наша Goba Texture готова. Я, наверное, еще немножечко увеличу здесь радиус, чтобы все смягчить. И, я думаю, что базовый сетап по свету у нас готов. Единственное, я не хочу, чтобы тень выходила за пределы кадра, поэтому я приподниму Spot наш повыше. Вот так. Возможно, еще повыше. И снова наклоню на наш объект. Вот. Теперь тенюшка остается здесь. И видим, что Goba стала снова жестким, поэтому я снова увеличу здесь радиус. Смягчается и здесь тенюшка, и само Goba. И снова я хочу выбрать наш Plane. И теперь немножко уменьшить Scale. Отлично. Еще чуть-чуть. Увлечим радиус. Это дело вкусовщины. Подгоняем так, как нам нравится. Вот, остановимся на единице. Все. Наш сетап по свету готов. Можем переходить к шейдингу. И я прерву вас еще буквально на секундочку. Если вам нравятся мои видеоуроки и мой стиль повествования, то в таком случае переходите по ссылочке в описании и ознакомьтесь с моим авторским курсом Blender Новая Надежда. Ознакомиться с программой курса, работами студентов и узнать дату старта следующего потока вы можете по ссылочке в описании. Этот курс охватывает просто колоссальный объем информации. Предлагаю вам чисто ради интереса пойти и ознакомиться. Также я полностью обновил курс, перезаписав его с нуля на основе актуальной информации. И следующий поток будет полностью новый. Даже если вы уже проходили, советую пройти еще раз. Выделяем наш с вами объект. И давайте посмотрим, как устроен материал. Мы помним, что у нас уже есть атрибут. Его мы и будем использовать. Я удаляю ноду Mix, сбрасываю принцип BSDF и дублирую его. Теперь я буду использовать ноду Mix Shader. Объединю два наших материала. И в качестве фактора я буду использовать опять-таки фактор нашего атрибута. Пока что второй материал я покрашу в темный цвет, чтобы лучше видеть, где у нас он визуализируется. То есть вот здесь. Отлично. Давайте начнем с основного материала. С вот этого. То есть вот этого, светлого. Я хочу, чтобы он был у нас немного голубоватый, но при этом не просто голубой, а какой-то с просветом, более, так сказать, моушный, более приятный. Поэтому я сделаю его голубым вот здесь, в Subsurface Color. Выбираем голубой оттенок, можем еще понасыщеннее. И теперь я увеличу параметр Subsurface. Думаю, до одной сотой. И сейчас у нас вроде бы ничего не происходит, но если мы зайдем в Subsurface Radius и покрутим здесь ползуночки, то в какой-то момент, вот сейчас, мы можем видеть, что у нас есть какой-то определенный оттенок подкрашенный. Давайте подлетим еще поближе. И этот оттенок можем пока в Subsurface больше сделать. Вот. Мы можем контролировать через Subsurface Radius. Сразу скажу, это всегда происходит полностью на ощупь. Крутим ползунки, пока не получим нужный нам свет. Вот, например, сейчас зеленый. Меня это не устраивает. У меня уже есть заготовленные значения, которые звучат как 0,1 здесь, 0,14 здесь и 0,48 здесь. Мы получаем вот такой синенький оттенок. А теперь степень этого оттенка я могу регулировать вот здесь, в Subsurface. Давайте остановимся на 0,25. Теперь у нас как бы белые плашки, но у них есть такой голубоватый отлив, когда на них падает свет. Видимо, это выглядит красиво. А теперь давайте добавим небольшие пятнышки. Я возьму текстуру Вороновы и подключу ее к ноде Ramp. Давайте подключим к нашему цвету. И сейчас это выглядит не очень хорошо. Можем накрутить здесь контрастику, но согласитесь, некрасиво. Давайте переведем данную ноду в режим Distance to Edge, чтобы получить вот такие пятнышки. А Color Ramp переведем из Linear в Constant. И теперь мы можем, контролируя ползуночек, контролируя данные ползуночки, добавлять вот такие пятнышки. Давайте. А цвет нашего объекта можем задавать как раз таки цветом вот этих ползуночков. Давайте сделаем основной цвет белый, как у нас и был в референсе вот здесь. Ну, может быть, чуть более серый. Вот так. А второй сделаем такой голубенький. Примерно так. И покрутим вот этот белый параметр. Я инвертирую эти значения. Вот тут будет белый. А вот тут мои крапинки. И количество крапинок я могу вот здесь контролировать, повышая Scale. Давайте установим, например, 10. Выглядят симпатично. И на таком варианте и остановимся. Я прибавлю еще немножко сапсервиса, примерно до 0,3. А еще возьму Spot Size и сделаю цвет чуть-чуть голубоватым, чтобы добавить отлив целиком во всю нашу сцену. Прям капельку. Вот так. Создадим материал на наш пол и оставим его по умолчанию просто светлым. Теперь возвращаемся к нашему вот этому материалу и давайте добавим ему дополнительной шероховатости. Итак, я возьму ноду Noise Texture и сразу ее визуализирую. Вот как она выглядит. Видим, что сейчас у нас неровно все распространяется. Давайте нажмем Ctrl-T и объектные координаты. Теперь наш шум распространяется ровно. Можем сделать его небольшим. Поставим единичку. И также эти координаты я предлагаю применить и для вороного, потому что, скорее всего, да, он тоже сплющенный. Применяем. Все становится мелкое. Давайте уменьшим. Ну вот, неплохо. И переходим к нашему шуму. Я буду использовать ноду Map Range для того, чтобы затянуть наш шум в определенный диапазон значений. Я хочу использовать данные Noise для того, чтобы задать шероховатость нашего объекта. Шероховатость задается в диапазоне от 0 до 1, и по умолчанию она 5 десяток. Давайте установим здесь диапазон от точка 4 до точка 6, чтобы средний был у нас также 5 десятый, но были вариации в большую или меньшую сторону. И установим вот сюда. Но пока что я отсюда вытащу зажатым Alt, чтобы получше настроить свой шум. Я дам ему больше детализации. Я приподниму Roughness. Ну и оставлю примерно на таких значениях. Теперь Map Range добавляем вот сюда и отправляем все это дело в Roughness. У нас появляются небольшие шероховатые области на нашем объекте. Где-то он будет более глянцевый, где-то будет более матовый, и мы получим дополнительную фактуру. И тот же самый шум я отправлю в ноду Bump, в вход высоты, и Bump я отправляю в Normal для того, чтобы дать шероховатость нашему объекту. Видим, у него появляется прямо физическая фактура. Давайте отключим шумодав для того, чтобы это еще лучше визуализировать. И вот видим, что появляются вот такие шероховатые области. Можем нажать Ctrl-B и выделить зону рендера, чтобы рендер шел нас побыстрее. Приблизимся. Вот наша шероховатая зона. Но нам не нужна такая большая шероховатость, поэтому я с Range уменьшу до 1,1, и у нас будет прям небольшая-небольшая фактурка на нашем объекте. Я думаю, что с этим материалом мы с вами закончили. Давайте отдалимся и целиком всю сцену будем рендерить. Проверяем, что все в кадр у нас попадает. Отлично. И давайте переходить к нашему следующему материалу. Найдем кадр, в котором у нас виднеется эта зона. И я думаю, что мы можем, во-первых, сбросить данный материал. Во-вторых, нам нужно посмотреть через Mix Shader. И здесь мы просто берем и делаем материал стеклянным, полностью выкручивая Transmission на максимум. Видим, как все у нас темнеет. Давайте так же пойдем и RavNAS опустим на минимум, чтобы видеть прям конкретно стекло. И у нас появляются вот такие стеклянные плашки. По-хорошему нам бы их как-нибудь покрасить. Сделаем, например, голубыми и видим, что у нас появляются вот такие стеклянные плашки. Я добавлю рендер на весь кадр. Вот. И это примерно то, что мы с вами и хотели получить. Но сейчас у нас плашки темные, все одного цвета. Я бы добавил вариации. Потому что, как мы помним, чем больше фактуры и разнообразия мы добавим в нашу сцену, тем более качественно и профессионально она будет выглядеть. Итак, что мы можем сделать? Мы помним, что у нас с вами есть атрибут. Давайте попробуем его использовать. Ведь именно он влияет на степень, так скажем, стеклянности здесь. Если вы хотите больше стеклянности, вы можете здесь добавить ноду, например, Ramp и подкрутить контраст. Если я потяну за темные области, я боковые плашки сделаю как первый материал. А если я потяну за белую, то я добавлю градиента белого, ему силы, и у меня центральная область будет становиться более стеклянной. Давайте приподнимем. И видим, что здесь стекла становится чуть больше. Вот так накручиваем контрастику. Выглядит неплохо. И возвращаемся вот сюда. Здесь у нас также есть данные ноды, которые содержатся точно тот же самый градиент. И давайте отправим его в Base Color. И видим, что он по-разному теперь влияет на наш цвет. Но нам же не нужен черно-белый цвет. Мы можем сделать хитрую схему. Мы возьмем ноду, которая называется Hue Situation Value. Возьмем цвет. Какой-нибудь, например, оранжевый на входе. И теперь мы просто добавим в Hue, а я напомню, что Hue смещает наш оттенок, нашу с вами карту. И мы получим вот такую интересную палитру. Эту палитру мы с вами отправляем в Base Color. И получаем вот такое окрашенное стекло. Теперь мы можем контролировать Situation, Value для того, чтобы каким-то образом с ним взаимодействовать. И я бы хотел, чтобы преимущественно у меня все было в голубых оттенках, но при этом, чтобы у нас была вот такая вот разность. То есть, не один цвет, а дополнительные вариации. Снова помним, Дьявол кроется в деталях. Поэтому я могу использовать не цвет, а опять-таки, например, шум. Я сдублирую Noise Texture, сброшу, и в Noise Texture у нас есть Фактор, где содержится черно-белая карта, и Цвет, где содержится цветная карта. Я увеличу, думаю, до единицы или вообще до 5 десятых это значение, и видим, что у нас есть разные цвета на нашей поверхности. Теперь даже, наверное, еще сильнее уменьшу. Теперь я этот Color подключаю вот сюда, и уже его мы будем смещать, и получать вот такой результат. Но мы помним, что я хочу иметь больше голубого, поэтому давайте создадим здесь ноду Mix, переведем ее в режим Color, установим вот здесь. Я буду смотреть на данный цвет, и смешаем, например, с каким-нибудь голубым цветом, что-то вот такое, например. И Фактор я больше отправлю к голубому цвету, но при этом буду оставлять небольшую вот такую вариацию. Готово. И эту вариацию я отправляю в Color вот сюда. Хью пока что можем стереть. И давайте также дублируем еще одну ноду, Хью Стрэйшн Вэлю, вот здесь. И просто приподнимем Вэлю до двоечки, чтобы сделать наше стекло поярче. Сделаю его более голубым, и теперь, контролируя вот здесь Фактор, я могу добавлять дополнительные вариации нашим цветам. Смотрим, как это выглядит в итоге. Достаточно симпатично. И также я могу использовать, как я уже говорил, свой атрибут, например, добавив его в Хью. И он будет также влиять на наш цвет. В чем отличие, если мы добавим этот атрибут и не добавим? Смотрите, когда мы не добавляем, наш цвет постоянный. Эта плашка будет всегда такого цвета и не будет меняться вообще никогда. Но при этом каждая плашка имеет свой цвет. Можем посмотреть вот отсюда. Плашки цвет не меняют, они всегда остаются одного цвета. Но если мы добавляем сюда атрибут, атрибут же у нас движется, и он будет в разных местах по-разному смещать наше Хью. И наша плашка сможет в процессе менять цвет. Я бы хотел оставить этот эффект, но ослабить его. Поэтому я добавлю в Хью наш фактор. Давайте этот атрибут немного ослабим. Я буду использовать ноду Map Range. И мы видим, что лучшие результаты мы получаем в диапазоне, например, от .4 до .6. Давайте и здесь введем, что минимум у нас будет .4, а максимум .6. И всю нашу карту градиента заточим под эти значения. Отправляем их в Хью. И теперь у нас будут вариации, но не очень сильные. Видим, что у нас перекрашиваются наши плашки. Посмотрим, как это выглядит в цвете. Красиво. Они все изначально более зеленые, но когда градиент до них доходит, они становятся такие сине-фиолетовые. Теперь можем посмотреть на финальный результат и, возможно, еще немножечко приподнять яркость. Можем вот здесь поставить 1.25. И дадим чуть больше ситуации. Примерно так. Хотя ситуацию, я думаю, верну примерно на единицу. И теперь прокрутим анимацию. Мы получаем ту анимацию, которую и ожидали изначально. Теперь давайте настроим наш рендер, чтобы он выдавал нам более лучший результат. Итак, мы работаем со стеклом, поэтому желательно нам увеличить количество лучей, которые могут преломляться внутри нашего стекла. Переходим на вкладку настройки рендера, открываем Light Path и просто увеличиваем количество сэмплов для Transmission. До 32 будет достаточно. Также мы видим, что у нас не очень отрабатывает каустика. Давайте найдем нашу каустику вот здесь. И у нас есть фильтр Gloss. Мы можем его понижать или можем его повышать. Чем он выше, тем меньше каустики у нас здесь будет. Чем ниже этот параметр, тем больше цвет он пропустит вот в эту зону. Также у нас есть два параметра. Это Reflective и Refractive. Если у вас эти параметры отключены, то включайте их. Потому параметр Reflective добавляет нам каустику от отражений, а Refractive от преломлений света. И мы получаем вот такой красивый рисунок каустики. Также давайте опустимся чуть ниже и включим Motion Blur и оставим его в значении по умолчанию. 5 десятых. И настроим количество сэмплов для рендера. Для данной симуляции, чтобы получить чистую картинку, нам хватит, думаю, 256 сэмплов и включенный шумодав. А теперь давайте еще немного доработаем данную картинку, добавив немного композитинга. Переходим на вкладку Compositor. Ставим галочку Use Notes. И у нас открывается вот такая панель. Теперь мы можем вносить сюда какие-то изменения, которые скажутся на наш рендер. В Blender версии 3.5 и выше мы можем визуализировать все эти изменения в реальном времени в нашем Viewport. Для того, чтобы все изменения визуализировались, переходим вот сюда на вкладочку рендера и внизу в разделе Compositor устанавливаем Always. Теперь я могу добавить здесь ноду, например, Color Balance, перевести ее в режим Offset Power Slope и накрутить немного контраста. Приподнимем Power и опустим немного Slope, чтобы прибить светлые участки. Было так, становится так. Теперь мы потеряли в экспозиции, давайте ее приподнимем. Добавляем экспозиция и выкрутим ее, думаю, на 0.5. Возможно на 0.75. Можем замутить две эти ноды и посмотреть, что меняется. Просто добавляется больше контраста. Также давайте добавим ноду Glor для того, чтобы получить вот такие симпатичные свечения. Переводим ее в режим Fog Glow. И сейчас свечение очень большое, давайте установим здесь 3Shield в значение 3. Повышая данный параметр, мы как бы уменьшаем действие данного модификатора. Понижая, мы добавляем действие. Установим на 1.25 пока что примерно. Не забудем включить шумодав здесь. И подбираем значение. Ну а ставим в двойку. Вот так выглядит без него, вот так с ним. Особо ничего не меняется. Давайте еще чуть-чуть опустим. Подлетим поближе. И в пиковых ярких значениях у нас должны появляться небольшие засветы. Вот сейчас видим. Но это слишком сильный эффект. Полтора. Мне не нравится, что вот эта часть засвечивается, поэтому я оставлю на значении .85. Может быть в процессе у нас вот сейчас, как видим, что-то засветится. Увеличиваем здесь до двоечки. Теперь я выполню тестовые рендеры, посмотрю, как все это будет у меня выглядеть. Напомню, что до композовых дела так. С композом выглядят вот так. Переводим в режим Solid, сохраняемся и делаем рендер. Рендер готов. И в любом проекте нужно всегда оставаться критичным к самому себе и давать себе правки. Например, в данном рендере мне немножко не нравятся два момента. Во-первых, я хочу сделать данную тень все-таки покороче. А во-вторых, мне не нравится то, что я вижу на просвет какие-то детали в своем стекле. И я бы хотел сделать его чуть более матовым. Поэтому давайте включим рендер и вернемся на вкладку Shader Editor. Подойдем к нашему стеклу и дадим немножко Roughness. Например, 0,1. Или, например, 0,15. Что-то в таком ключе. Теперь сверяем у нас было вот так, а становится вот так. Видим, что даже боковые грани начинают играть с новыми красками. В них появляются дополнительные преломления, отражения, они становятся более светлыми. На яркости же нашего стекла это никак не играет. Я ставлю в значении 0,15. И, возможно, все чуточку еще приподниму Value до 0,35. А теперь давайте выберем наш Spot и попробуем его немножко как-то поворащать. Чтобы он сделал нашу тень покороче. Можем приподнять его повыше, возможно, для этого. И это должно помочь. Поднимаем выше. И наша тень становится короче. Было так, а стало вот так. Я добавлю еще чуточку мощности. Ведь мы подняли наш источник света до, возможно, 60 тысяч. И теперь я снова перейду на вкладку композитора. И проверю, как отрабатывает Glor. Видим, сейчас все-таки сильно очень светится. Поэтому я приподниму это значение еще выше до 2,5. 2,25. Только слегка мне нужно свечение. И на этом мы заканчиваем полностью настройку нашей сцены. И можем переходить к рендеру. И вот что в итоге у нас с вами получилось. Как по мне, результат очень интересный. И здесь есть всего лишь один косячок, который я сейчас покажу, как исправить. Если вы присмотритесь и обратите внимание, то заметите, что наши плашки ездят через нашу текстуру. То есть текстура наших вот этих прямоугольничков не привязана к объектам. И наш объект может через эту текстуру проникать. Давайте посмотрим, как решить эту проблему. Что же, давайте вернемся в нашу сцену в режиме Viewport Shading, чтобы мы могли быстренько проигрывать анимацию, смотреть на наши текстуры и присмотримся. И да, мы действительно видим, что наши объекты летят через текстуру. Давайте разберемся для начала, а почему так. Я переключусь в меню Shader Editor и посмотрим на нашу текстуру Воронова. Мы видим то, что мы используем координаты объекта. А что есть наш объект? Это целиком вот эта часть. То есть вот все эти плашки, это все один объект. И мы берем координаты нашего объекта. Видим, если я его перемещаю, то текстура за него держится. А вот все перемещения отдельных плашек происходят у нас внутри нашего объекта. Двигается мэш. Но поскольку объект остается статичен, текстура-то привязана к нему, и наш мэш двигается через эту текстуру. И мы получаем подобные аберрации. Чтобы это исправить, мы просто можем использовать не объект, а UV координаты. Обратите внимание, что это не сработает, если у вас в Geometry Notes не установлена в конце Realize Instance. Проверьте, что у вас эта нода стоит в самом конце, а также, что у вас на вкладке Face Corner есть атрибут UV Map. Если вдруг даже в этом случае ничего не работает, то используйте вместо координат атрибут ноду, где в качестве атрибута используйте вот это название. У меня это UV Map. Если я припишу UV Map и отправлю Color Vector, то я получу тот же самый результат, что и просто если я возьму UV. Видим. Тот же самый результат. Но я буду использовать UV, раз могу это делать. И просто давайте теперь поднастроим наши текстуры заново. Я накручу здесь скейлы, примерно вот так. И мы видим то, что у нас у каждого объекта одинаковая UV. Если мы посмотрим, например, с камеры, мы увидим, что этот паттерн прослеживается. Как нам решить эту проблему? Смотрите. Давайте перейдем на вкладку Geometry Node. Выделим наш объект и уйдем в самый-самый конец. Добавим еще одну ноду Store Named Attribute. И добавим еще одну ноду Mesh Island. Что это за нода? Она просто содержит в себе информацию о каждом отдельном островке нашей геометрии. То есть сейчас, если мы присмотримся, объект один, но у нас есть много плашек внутри этого объекта, которые не соединены между собой. Каждый объект, который не соединен с другим, является отдельным островом. И мы просто можем взять и захватить это в качестве атрибута. Мы видим, что здесь зеленый выход, поэтому давайте Fluid превратим в Integer и просто подключим Island. Дадим название какой-нибудь, например, точка. И теперь снова вернемся в Shader Editor. И теперь наша задача просто взять и перемножить нашу UV для каждого отдельного острова. Это у нас векторное значение, поэтому я возьму векторную математику. А теперь я возьму атрибут и вызову здесь точку. И просто перемножу этот вектор. Используем в режиме добавления. И теперь просто давайте отмасштабируем Scale. И можно обратить внимание, что теперь у каждого объекта уникальная текстура. И если мы все это дело проиграем, то мы увидим... Давайте посмотрим просто от нашей текстуры. То мы увидим, что текстура следует за нашими объектами и никак не искажается. Теперь нам точно так же нужно откорректировать наш Noise, который находится вот здесь. Сейчас он мне показалось большой, но нет, он имеет нормальный Scale. Поэтому давайте просто посмотрим на финальный наш материал. Практически готово. Видим, что текстура немного растянутая. Можем исправить это следующим образом. Давайте отключим наш Joint Re-Nodes. Найдем нашу плашку. Нажмем Tab. Выделим все полигоны. A. И нажмем U. Smart UV Project. Окей. У нас делается хорошая UV. Видим, и по размеру сразу все стало как нужно. А теперь снова включаем Joint Re-Nodes. И видим, что текстура исправлена. И все работает так, как нам нужно. Можем приключиться в вид от Mix Shader. Включить Cycles. И посмотреть на финальный результат. Если вам кажется, что точек слишком много, напомню, что можно покрутить рампу. Убрать часть точек. Например, вот так. Или поиграться также с масштабом. На этом считаем проблему решенной. И также заканчиваем ролик. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам удачи в повторении проекта и адаптации данного кейса в своих проектах. Если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк и оставьте комментарий. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok